Экономика по-русски Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я займу еще несколько минут на свое выступление, прежде чем перейду к ответам на вопросы. Так вот, Лукашенко руководитель государства. И он очень хорошо понимает свою ответственность. Именно по этой причине он понимает, что никакие закулисные договоренности без полного решения проблемы, то есть возврата тех рынков, которые были у белорусских колейщиков, невозможны. Это значит, что эта напряженность будет продолжаться. Путин пока молчит. Косвенно он этим уже показал, что он не входит в бизнес-группу Волошинки, Керимова и других представителей. Их там довольно много. Но это только косвенно. А прямо как руководитель государства, который прямо поставил перед собой некоторые политические задачи, он еще своего слова не сказал. И чем дольше он молчит, тем больше вероятность того, что альтернативные его интересам силы... Я сейчас даже не буду говорить, кому выгодно разрушение таможенного союза. Будут только усиливаться. Ему мало болотного процесса. Он получит еще, если будет молчать дальше. Ну вот, собственно, как бы мое выступление на этом закончилось. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-107-0. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Константин Ищелкова. Михаил, вот вы сказали, что как бы Путин находится в информационном вакууме. Но на самом деле, заметьте, что председатель правительства на протяжении ближайших вот нескольких месяцев совершил, в общем-то, две диверсии. Это попытку загнать ран. И второе, это попытка вот сейчас, которая продолжается, о которой вы говорили, поссорить Россию с Белоруссией. То есть он же этого не может не видеть. Это председатель правительства. Это его креатура. Он должен был его убрать немедленно. Поэтому считаю, что оправдывать Путина в этой ситуации невозможно никак. Его никто не оправдывает. Я просто описываю некоторую ситуацию. И все. А уж дальше каждый сам делает свои выводы. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Владимир. Да. Михаил, вы могли бы писать механизм связи цен на нефть с курсом рубля? Да, вы можете понять. Очевидно же совершенно. Чем выше цены на нефть, тем выше курс рубля. Что тут? Чем меньше цены на нефть, тем ниже. И связано это с доходами бюджета. И с российской экономикой, которая в основном перераспределяет нефтяные деньги. Чем меньше перераспределяет, тем ниже спрос, тем ниже рубль. Это как раз абсолютно понятно. Здравствуйте. Александр Германия, Санкт-Петербург. Михаил Леонидович, у меня такой вопрос. Вы говорили, что российская армия совсем уже не боеспособна и много шансов нет. Но вот если взять сейчас по Сирии, американцы туда боятся. Европа вообще там, говорят, они вообще там ничего не смогут сделать. Американцы тоже туда не хотят залазить, потому что это будет довольно кровопролитно. Так если уже говорить, что Сирия такая маленькая и они там боятся. Потому что вы говорите о России. Как они там получается, что американская армия не сильно такие и дееспособные? Богу ради, какая разница? Причем здесь Сирия? Просто российская армия сегодня не дееспособна. Мы это хорошо увидели на маневрах. Это во многом результат деятельности Сердюкова. Что с этим делать, мне пока не очень понятно. Слава Богу, что воевать пока не с кем. Но это только слава Богу. А если вдруг что-нибудь реально произойдет, ну хотя бы на границе. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Это Владимир из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот если не справляется наша власть со всем этим, то вот такой вопрос, зачем она как бы нам нужна? Если народ разграбляется, если значит разрушается вся значит сельское хозяйство, все это невооруженным глазом видно, то ухудшается жизнь народа, то сверху донизу эта власть не нужна тогда получается. Зачем она нам нужна? Ну, вы знаете, на самом деле, как показывает эксперимент, народ в общем все более и более начинает принимать такого рода решения. Это видно потому, что рейтинг Путина падает. Реальный рейтинг Путина довольно существенно падает. Поэтому ему как бы придется менять политику. Никуда не денешься, потому что общество оценивает его политику как негативную. Это же видно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Владимирович. По поводу Белоруссии хотелось бы сказать, но и потом вопрос еще к вам задать по Сирии. По Белоруссии, мне кажется, Лукашенко помогает просто Путина сейчас ударить вот по той либеральной братьей нашей, которая уже чувствует абсолютную безнаказанность в нашей стране. Вот, это мое мнение. А по поводу Сирии хотелось вас спросить. Вот вы много раз говорили о том, что доллар держится сейчас на американской армии. И вот несмособность американцев решить вопрос в Сирии, повлияет ли это как-то на доллар? На самом деле нужно сказать очень более аккуратно. Не американцы могут решить вопрос в Сирии. Вопрос цены. Кроме того, понимаете, в чем дело? Мы до сих пор рассматриваем многие эту всю историю в рамках такой старой дихотомии СССР по США. Раз Сирия выступает против США, значит, она за нас и т.д. и т.п. На самом деле все куда сложнее. То же самое, что считать, что раз Иран противостоит США, то он за нас. На самом деле все куда более сложно. В тех же Соединенных Штатах Америки уже есть разные группировки, у которых разные взгляды. Обаму, вот та группировка, которая за войну в Сирии, отчаянно пытается Обаму туда затащить. Обама сопротивляется не потому, что он боится выпустить ракеты по Сирии, а потому, что это ему политически невыгодно. Если он отобьется, то ракеты не будут выпущены. А если не отобьется, то у него и его команды через два года будут очень через год, в ноябре 2014-го будут очень серьезные проблемы на промежуточных выборах, и весьма возможно, что они канут в небытие. Возможно, что некоторые еще при этом насядут на скамью подсудимых. Так что все не так просто. Здравствуйте. Слушаю. Алло. Здравствуйте. Меня Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, почему у нас при выборах в мэры Москвы отходит вопрос того, что Собянин Мосметрострой первым делом приватизировали, отдали друзьям Путина и закрыли кучу профилакторий в Москве, вокруг Москвы, которые бесплатно лечили людей, детей и так далее. Что же мешает об этом сказать вслух? Давайте скажем, вот вы сказали вслух, Собянин закрыл профилакторию, соответственно, не нужно за него голосовать из-за этого. Мне про это ничего не было известно. Я могу сказать только про скорую помощь, про нее я сказал. Понимаете, ну как бы тут нужно просто некий шум поднимать, писать там, не знаю, в интернете, еще где-нибудь. Ну, в общем, сейчас-то уже существует масса независимых от официальных СМИ способов информацию выдать. Так надо это делать. Ну, что, ну как бы нужно же использовать те возможности, которые есть. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович, Геннадий из Брянска. У меня складывается впечатление от ваших передач, что мы должны выйти на улицы и, по крайней мере, дать повод президенту что-то изменять. То есть, говорить о том, что нас не устраивает здравоохранение, нас не устраивает либеральное правительство, что промышленность развалена и мы хотим перемен. Вы знаете, говорить о том, что мы хотим перемен, можно разными способами. Например, проголосовав на выборах 8 сентября или еще что-нибудь. А, в общем, теоретически можно и на митинги выходить, что мешает. Организовать какой-нибудь разумный митинг. Важно только, чтобы организаторы были разумные, а не та шушура, которая стояла во главе болотного процесса. Но только это нужно делать. Когда народ обезмолвствует, ничего не происходит. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Харин, Александр, завтра звонит. Покажите, пожалуйста, почему турецкое правительство так хочет уничтожить сурийское правительство? Например, Эрдоган говорит, почему не кидайте бомбы, на Сирии мы ждем и так далее. Спасибо. Это вопрос сложный, потому что он во многом определяется внутриполитическими проблемами Турции. Но я напомню, что Турция активно открыла свои границы для проникновения боевиков в Сирию сразу после того, как в Турции состоялись выборы. Насколько я понимаю, там был политический сговор. Соединенные Штаты Америки сказали, что они признают победу Эрдогана только в том случае, если он выступит против Сирии. У Эрдогана, кстати, были свои соображения, по которым его вполне устраивал хаос в Сирии. Дело в том, что у Турции имеются очень интересные экономические проблемы. Она очень активно развивалась последние десятилетия и вышла по объему производимой продукции далеко за те объемы, которые можно продать внутри страны. Ей нужны внешние рынки. Турция для того, чтобы их получить, сделала первый проект вступления в Евросоюз. Не получилось. И дальше начался проект номер два, это восстановление Таманской империи. Я подозреваю, что у Эрдогана была мысль, чем больше хаоса на южных границах, тем больше вероятность того, что народ, который там живет, попросится под турецкую руку, чтобы был законный порядок. Это версия, разумеется. Я никак не могу гарантировать, что это так. И, в общем, эта ситуация во многом определяет его политику. Плюс к этому, как мы знаем, американцы пытались организовать свой оранжевый процесс против Эрдогана в Стамбуле. И он заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты Америки влезли во всякие неприятности. Но, в общем, еще много можно придумывать разных версий. Поскольку я не являюсь специалистом по внутриполитическим аспектам в Турции, но, вот, теоретически надо бы спросить об этом у Гейдара Джамали, который здесь у нас был в прошлый раз. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Впрочем, если это интересно, я его спрошу, и, может быть, эту тему как-нибудь мы поднимем. Чем руководствуется Эрдоган? Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Михаил, у меня к вам такого рода вопрос. Скажите, раньше очень неплохо работал механизм высокие цены на нефть, развитие нашей промышленности, и причем очень неплохое. Что случилось? Почему сейчас этот механизм не работает? Только ли отток капитала является причиной этого сбоя? Спасибо. Ох, у нас много механизмов не работает. Но, вообще говоря, у меня такое ощущение, что мы сейчас попали в ситуацию, при которой никакие механизмы вообще работать не будут. Это очень хорошо видно, потому, что Путин пытается чего-то требовать от правительства, и правительство чего-то пытается сделать, и ничего не получается. Это в некотором смысле такая вот слабость нашей даже не власти в смысле людей, а самой управленческой модели, которая складывалась все эти 20 лет. Надо что-то радикально менять. Вот это принципиальная вещь. Еще раз говорю, менять радикально. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Можно радио выключить? Скажите, пожалуйста, что заставляет Путина быть свадебным генералом? Трусость или желание подольше посидеть у власти? Да бога ради. Политик, его поведение определяется обстоятельствами. В данном случае, я думаю, что то, что Путин себя ведет так, как он ведет, определяется во многом тем, с чем он пришел во власть еще в 2000 году. То есть, я бы не стал вот так вот объяснять, что это он там вредитель или еще чего-то. Все значительно более сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Михаил. По поводу выступления Путина, как коротко сказать, началось или нет? То, о чем вы говорили все предыдущие года. Ну, началось что? Началось стало понятно, что Путин понял, что ситуация аховая. То есть, вот эта вот ситуация, при которой он жил в виртуальном мире, ее больше не существует. Вопрос, будет ли он что-то делать? Вот это вот вопрос, на который ответа нет. И это, конечно, очень серьезная неприятность, потому что, чем дольше он ждет, тем на самом деле он делает сам себе хуже. Ну, и всем нам тоже. Но тут уже ничего нельзя сделать, понимаете? Заставить его действовать невозможно. Это просто вот такого не бывает. притча. Притча. Попад. Притча. Притча.